спасибо тебе бог наш за то что ты собрал нас здесь вот под крыльями твоими господи и мы просим твоего благословения господь на наше общение на то чтобы ты сейчас вот руководил нами управлял господи вот по вере нашей господь благослови нас и пребудь среди нас боже а мы за все тебя благодарим и все отдаем в руки твои великий чудный бог наш веди нас и управляй нами твоим чудесным духом святым во имя господа нашего иисуса христа аминь все субботы господней всех мы молились и у нас нам слово пришло хочется поделиться вот словом поразмышлять вместе с вами обращайтесь к закону и откровению если они не говорят как это слово то нет в них света исае 8 20 вот смотрите что она означает в оригинале и вы потом вот сами рассудите исследуя значит эти стихи этот стих я вижу закон это тора ну или заповеди да то есть вообще в древнем это тора написано то есть закон вот здесь вот обращайтесь к закону то есть обращайтесь тора заповеди и откровению откровению это означает свидетельство это асвы а свидетели ну и а свидетели каком кто у нас свидетель верный в откровении иисус иисус христос написано я свидетель верный то есть он написано о нем что он свидетель верный 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 и истинный вот кто свидетель верный и истинный значит что мы можем здесь увидеть еще написано про но этот это слово откровение прям это же это же слово оно стоит в писании руфь там где нужно было выкупить ближнему родственнику выкуп ближним родственникам это говорит нам об иисусе христе что он стал нашим ближним родственником стал нашим братом и мог выкупить нас и землю правильно вот он выкупил землю выкупил нас да то есть этот опять говорит об иисусе христе так дальше Следующее там местописание было. Навяжи это... А, завяжи это свидетельство. Ну, это откровение, да? И запечатай. То есть это значит, говорится о свитке. Это говорится о Библии. То есть свиток. У нас же, получается, это уже больше свиток. Тогда был свиток вот такой, да? Ну, как бы скручивался. А сейчас у нас Библия написана. А сейчас у нас Библия написана. Она толстая, правильно? Вот. Поэтому, по сути, это слово, которое указано, обращайтесь к закону и откровению, это означает к Библии. Итак, закон это Тора или заповеди, а откровение это свидетельство. Это о свидетели верном, о Христе, Он стал нашим братом, выкупил нас. Можно сказать, заповеди, открытые нам Господом. И в заповедях открытый Господь. Свидетель верный, да? То есть это о Христе, об Иисусе Христе там местописание говорят. И о свитке. Ну, то есть запечатай вот эти слова, да? То есть это говорит нам о Библии. И можно сказать, что заповеди, то есть вот это Тора, заповеди, открытые нам Господом. В заповедях открытый Господь. То есть в этих заповедях нам открылся Господь. То есть им нам заповеди открыты. И в нем, и в заповедях мы увидели его. Итак, какой я делаю вывод? Что это местописание. Это означает все Писание. То есть закон и откровение, это означает все Писание. Оно Богодухновенно. Это Слово Божие. Это светильник. Сказать, что Господь дал дары Духа Святого. И Господь использует дары для славы Своей. Для того, чтобы возвысить закон Божий и Христа перед всеми народами. Вот для чего даны дары. Если мы видим, что если наши дары, они возвышают заповеди Божии и возвышают Иисуса Христа, значит, эти дары во славу Божию. Аминь. Значит, води мы Духом Божьим. Потому что только Духом Божьим мы можем возвышать Христа и закон. Законы пророки – это Писание. Это Слово. Это Христос. Вестница Божия – малый свет, чтобы идти к большему свету. Бог ей дал откровение, я бы сказала, великие откровения, вести для нашего времени. И в этом двигаться к большему свету. Если откровения, если они в контексте Слова Божьего, если они открывают такую красивую картину истины, ну, как бы сказать, оживает перед нами истина, и если это возвышает Христа, закон, Слово Божие, если это в контексте Слова Божьего, кто может быть судьей? Если само Слово. Библия трактует саму Библию. Конечно. Библия толкует сама себя. Соло-скриптура. Это же протестанты. То есть Библия и только Библия. Библия. Продолжение следует...